Всем огромный привет! Кто заглянул на мой топ канал впервые, меня зовут Таня. Здесь я в основном говорю про парфюмерию и сегодня ароматы бренда Hermes. Компания Hermes подарила миру много всего прекрасного. Это ювелирные изделия, аксессуары, одежда, ну и конечно же парфюмы. Обожаю этот бренд. Я считаю, что это империя высокого качества. Это хороший вкусный, конечно же, стиль. Кому интересно, оставайте со мной. Всем приятного просмотра. Все, что у меня есть, я вам сегодня покажу. Давайте начнем, наверное, с легендарного галопа от Hermes. У меня, к сожалению, рефил. Я вам уже рассказывала эту историю, что у меня был полный флакон, закончился. Решила подешевле взять рефил, чтобы заполнять флакон. Его можно заполнять. Вот здесь вот даже, по-моему, где-то нарисовано, что его можно заполнять. Где-то, в общем, нарисовано. А вот-вот, вот нарисовано здесь, что можно его заполнять. Начала заполнять. В общем, грохнула флакон. Ну, уже не стала покупать. Что-то он дороговато сейчас стоит. Ну, многие его ищут по хорошей цене, потому что парфюм на самом деле легендарный. Я его переливаю вот в такую пробирочку. И пользуясь, мне этого хватает. Так, это очень красивая кожа. Я, конечно, не тестировала все кожи, все кожаные ароматы в парфюмерии. Но я считаю, что вот то, что я знаю, это самая красивая кожа. Так, что в этом аромате? Это на старте. Он такой фруктовый. Айва здесь есть такой кисленький, фруктовый. Затем шафран. Вот эти металлические нотки, минеральные. Турецкая роза, османтус, кожа и белый мускус. Когда вышел ганимед, парфюм ганимед, я даже сопоставила, что вот они как-то вот в одном стиле. Этот, наверное, голубь более классика, а ганимед, он уже более такой современный, на современный лад. Но что-то вот в них есть такое похожее. Что-то вот металлическое, кожаное. Очень красивая такая кожа, дорогой кожаный салон дорогого автомобиля. Роза очень красивая, османтус. Вот в этом парфюме, кстати, османтус очень мне нравится. Я вообще не люблю османтус в парфюмере. Он как-то, не знаю, на мне не очень красиво раскрывается, вот парфюмы с османтусом. Но здесь все шикарно, великолепно, все красиво скомпоновано. Этот аромат и на выход подойдет, и в офис. Он никому не надоест. До такой степени вот эта кожа корректная и интеллигентная, что вы и выделитесь с этим ароматом. И в то же время он придаст вам вот шик какой-то. И сразу все поймут, что у вас хороший стиль. Шикарный аромат. Кто еще с ним не знаком, хотя бы приобретите вот отливантик. Сейчас очень хорошо можно приобретать отливанты. Недорого. И познакомьтесь с этим ароматом. Теперь пойдем линейка от Вилли. У меня это уже фланкер. Такие красивые флакончики, шляпки. Вот этот шарфик от Эрмес. В общем, эстетика на высоте. Я уже взяла фланкер. Он меня как-то вот больше, наверное, зацепил, чем флагман. И это аромат про перец. Вот с этого аромата у меня началась любовь к перченым парфюмам. Раньше я думала, ну что, вот придумали, да, перец в ароматы намешали. Но вот здесь так все красиво обыграно. Это перец, это роза и это пачули. Это шикарное сочетание. Ой, вот прям натуральный-натуральный такой перчик. Парфюмы, как я уже сказала, все качественные. Вот то, что у меня есть, все стойкие и все шлейфовые. Перчик, шикарный перец. И роза, пачули очень тоже здесь такие корректные. Не ядовитые, не землистые. Вот просто зеленые пачули сочетаются красиво с остальными ингредиентами. Хорошая компоновка. Куда этот аромат наносить? Я думаю, что, наверное, больше на выход куда-то на дискотеку. Вот эта перчинка, она придаст вам какого-то драйва такого. Ну, по моему мнению, наверное, более молодежный. Хотя я с удовольствием пользуюсь этой линейкой Твили. Красота. Что у меня еще есть? У меня есть джинджер. Вот знаете, что? Начал он у меня подпаривать. Тоже красивый флакончик. Ну, это с имбирем, да, уже аромат. Думаю, что, наверное, на май возьму его в свой парфюмерный гардероб, потому что хочу использовать. Обидно будет, если испариться. Вот как раз май, июнь, это июль. Мне кажется, очень хорошо он подходит на это время года. Вот мне на старте лимончик. Лимон, чай, лимонный чай, холодный, с имбирем. Здесь есть сахаренный имбирь, здесь есть имбирь свежий, вот этот вот такой остренький, и кедр. Какой красивый здесь кедр. Я, наверное, этот аромат больше взяла из-за кедра. Когда раскрывается имбирь, вот эта перчинка имбиря и кедр, очень красивый. Но он свежий, он свежий. И нота лимона здесь не заявлена, но вот мне почему-то слышится здесь лимон. Много-много цитрусов. Холодный цитрусовый чай с имбирем. Летом, как он хорошо, красиво раскрывается. Это просто прелесть. Ой, какие флакошки. Какая красота. Из чудесных вод у меня есть только один парфюм. Хотелось бы больше, потому что там тоже линейка очень красивая. У меня L'Ombre des Mervelines. Это древесный аромат с ладаном. Так, что здесь в пирамиде вспомнить бы? Черный чай, ладан и бобы тонка. Очень интересно. Знаете, мне почему-то кажется, что он более мужской. Но я его с удовольствием ношу. Наверное, 100 мл бы мне не надо. Но для разнообразия 30-ку я купила. Он красивый. Он красивый, такой необыкновенный. Кто не любит ладан, думаю, что вам не стоит его без затеста брать. Потому что ладан здесь, ладан-ладан такой. Вот очень хорошо он здесь слышен. Такой сладковатый. Ну, сладость здесь, может быть, еще и бобы тонка придают. И вот много древесности. Три ноты. Ну, так красиво скомпонованы. Тоже шлифит. Тоже красиво раскрывается. У всех парфюмов Hermès очень красивая база. Хотя это люкс. Но люкс такой, знаете, премиальный люкс. Шикарный тоже древесный. Ладанный аромат. Кто любит ладан, здесь очень красивый ладан. Хочу вам один показать парфюм. Я уже про него говорила. И буду говорить. И буду его рекомендовать. Я его стырила у своего сына. Правда, это аромат мужской. Я этот аромат купила ему на день рождения. А потом сама им подпшикивалась. Но потом поняла, что это все-таки аромат для мужчин. Вот редко сейчас встретишь такие ароматы. Вот новые, которые выпускают. Они в основном все унисексты идут. Но все равно есть такие мужчины, которые любят мужской стерженек. Мужские такие парфюмы. Но вот этот аромат чисто мужской. Как сказала, уже я его на себя наносила. Потом поняла, что нет, наверное, не стоит. Он вот именно придает мужественности. Мужественности. Ой, тоже цитрусы на старте. Цитрусы с металлической такой ноткой. Это парфюм, знаете, настолько современный. Настолько парфюм такой вот молодежный. Ну, не то, что молодежный. Знаете, я думаю, что для всех возрастов он подойдет. Но он придаст вам какой-то свежести, молодости. Вот как-то так можно сказать. Так, что здесь у нас в пирамиде? Здесь мускатный шалфей, нарцисс. Написала сама, в общем, не пойму. Что-то тут нарцисс. Палисандр какой-то. Ну, в общем, я вам сама расскажу. Это парфюм, знаете, какого-то будущего. Какой-то тоже космический. Можно его приравнять к ганимеду, наверное. Что-то такое необыкновенное. Он яркий, он шлейфовый. На лето он очень хорошо. Сын говорит, что летом это просто палочка-выручалочка. Это, наверное, больше аромат такой, знаете, чтобы освежиться, чтобы пахнуть чистотой, пахнуть, наверное, аромат белой рубашки. Ну, вот, наверное, больше подходит на крахмалины. Он такой скрипучий, металлический, цитрусовый. Немного цветов каких-то есть. Немного зелени. Все очень красиво скомбинировано. Как уже сказала, буду говорить. И говорила, и буду вам рекомендовать. Девочки, для женщин нет. Поняла, что это мужской. Покупайте своим мужьям. На мужчинах он очень красиво сидит. Ну, мужьям, друзьям, своим сыновьям. И чувствуйте от них этот аромат. Это очень благородно, красиво, дорого. Дорого звучит. Следующий это Жур Эрмес. Он шикарен, он стильный. Он придаст вам шарма. И, наверное, более классический. Ну, Эрмес, они все строят свои ароматы. Как-то вот на классике. Что эти ароматы, мне кажется, подойдут всем. И не могут не понравиться. Есть, да, у них определенные единицы. У меня, кстати, есть в парфюмерном гардеробе один. Я вам расскажу. А так, в основном, мне кажется, и без тестирования можно покупать. Прочитаю пирамиду. И это цитрусы. Это много белых цветов. Это гордения здесь тоже есть. Это зеленые ноты. Это водные ноты. И летом он красиво звучит. И зимой красиво. Я сначала думала, он на весну, на лето. Он такой жизнерадостный. Придает хорошее настроение. А потом вот в любое время года его так подпшикивало тоже его на себя. И красиво раскрывается. Это, как я уже сказала, это стиль. Это хороший вкус. Это шарм. Это может быть вашим даже, наверное, парфюмерным я. И в пир, и в мир. И дорого звучит. И шлейф, и классика. И универсальность. Я так считаю. Жур Эрмес. Далее пойдем. У меня есть три сада из линейки садов. Три аромата. Мне все нравятся. Из садов мне все ароматы нравятся. Но они у нас продаются почему-то по 100 мл. Увидела недавно парфюм, который был выпущен в 2023 году. 50 мл. Я его, конечно, схватила. Он такой необыкновенный. Называется он сад кетири. Я, честно говоря, не знаю, что такое сад кетири. Не нашла. Если кто-то знает, напишите мне, пожалуйста. Нанесла его и пропала. Это такой необыкновенный аромат. Мне еще консультант говорит, что подумайте, брать вам его или нет. Потому что это все-таки на любителя. Но вы знаете, что у нас у парфманьяков вкусы именно такие. Что нам надо такие парфюмы на любителя. Что это? Ой, сразу, знаете, пошло. Циструсы и фисташки. Он такой фисташково-ореховый. Фисташково-ореховый. Какой-то вот прям, знаете, горьковатый. Фисташки такие горьковатые. Потом зелень есть такой маслянистый. И в базе оливки здесь есть. И в базе он раскрывается. Вот прям немножко замыливается. Ну, это вот на мой вкус, как я его поняла. И очень, знаете, такое дорогое оливковое, ореховое какое-то мыло. Вот на старте можно подумать, что этот аромат гурманский. Потому что здесь орехи такие. Вот прям оливки. Что-то какая-то гурманика. С одной стороны, вроде и гурманский, но не сладкий. Он совсем не сладкий. С другой стороны, вроде бы, немного замыливается. Аромат чистоты, что-то, что-то такое. Но он очень интересный. Был выпущен в 23-м году. Наверное, еще немногие с ним знакомы. Протестируйте обязательно. Я увидела 50, сотню, может быть, и не взяла. И сразу его схватила. Красивый. Сады. У меня есть сады на крыше. Тоже очень мне понравился этот аромат. Когда я тестировала вот всю линейку. Первым его схватила. Летом. Брала его летом. Но, знаете, мне больше понравилось, как он раскрывается зимой. Звучит зимой. Но взяла на лето, знаете, почему? Потому что свежий. Он такой водянистый, зеленый. Зеленая трава после дождя. Сад. Фруктовый сад. Здесь яблоки, груши, водные ноты. Магнолия. Магнолия здесь есть. Но магнолия, она чувствуется, но как-то вот не очень. Более, наверное, это зеленый аромат. Такой горьковатый. Сочный. Очень сочный аромат. Фруктово-зеленый. И знаете, что в базе есть какая-то пылинка. Я не знаю, что они добавили вот в этот аромат. Что здесь есть какая-то пылинка. Или, может быть, я уже себе нафантазировала. Что вот сочетание города и садов. Сад на крыше, да. На крыше высотки. И посреди города. И все равно вот этот запах пыли, городской пыли идет сюда. Так, а что здесь в пирамиде? Ну, вот я сказала, трава, красное яблоко, роза, груша, розмарин и магнолия. Может быть, магнолия придает какой-то, мутит, мутит что-то здесь магнолия. Что он такой в базе не совсем яркий, сочный. Как я сказала, вот какой-то такой немножко пыльный. Но все равно красивый. Красота. Нравится. И лагуна. Лагуна, этот аромат выделяется из всей линейки. Он, знаете, более сладкий, более такой цветочный. Недавно тоже в какой-то подборке про него рассказывала. По-моему, водные ароматы. Это морские ноты. Он немножко такой какой-то морской, водянистый. Немножко соленоватый. Но потом здесь лидирует магнолия и лилия. Лилия на пруду. Что-то вот такое свежее. И в то же время сладкое. И в то же время что-то мутное. Что-то такое вот. В базе здесь водичка. Вот это вот, знаете, какая-то немножко застоявшаяся. Но он красивый, интересный. Если я так говорю, это не значит, что он неинтересный. Просто говорю свое впечатление. Тоже думаю, что вот этот парфюм лучше тестировать. Потому что все-таки магнолия и лилия это два таких цветка очень коварных. Которые могут раскрыться на вас не очень красиво. И, наверное, более женственные из всей линейки. Потому что цветочный. Наверное, потому что цветочный. И еще вам хочу рассказать про один аромат. Он у меня был. Я вам про него рассказывала. К сожалению, я его отдала. Это Келли Колешин. Как я его хотела. Свой парфюмерный гардероб приобрела. Это красировый аромат. Это кожаный, цветочный, ванильный. Там и тубероза, там и лилия. Но для меня он был каким-то неуютным. Вроде бы и качество. И классический аромат. То, что я люблю. Но наносила на себя. Чувствовала я в нем, как не в своей одежде. Как будто бы этот аромат не для меня. Бывает и такое. У меня была парфюмерная вода. В общем, к сожалению, я с ним рассталась. На этом я буду заканчивать видео. Кому понравилось, конечно же, поставьте лайк. Не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Всем пока-пока. До новых встреч. Всех целую.